Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, наши учащиеся школы номер 117! Сегодня мы предоставляем вашему вниманию персональную выставку наших самых юных художниц, наших звездочек. Это Лутова Алина, выставленная работа, победительница городского конкурса, занявшая первое место. У Лутовой Алины еще отправлена работа на ЮНЕСКО. А также были на выставку, на международный конкурс, на городские, на республиканские конкурсы детского творчества, были отправлены работы с АДИЗАДЭ, Севилья. Девочкам по 11 лет, они учатся в пятом классе, они очень талантливые, они очень уникальны для своего возраста. Посмотрите, они все видят своими глазами, сколько много пространства, сколько много воздуха в их работах. Это нужно только видеть и видеть глазами именно детей, как они видят, как они воспринимают окружающий мир, видят красоту. Здравствуйте, меня зовут Лутова Алина, я ученица 117-й школы пятого класса. Мой путь к творчеству начался с раннего детства. Мама развивала мой талант. В пять лет мама отдала меня в студию «Рафаэль» учиться. И я там всех удивляла своими рисунками. Я рисовала гардеробные, шкафы, интерьеры. Сейчас я стараюсь учиться, она отлично. Не только в школе, но и в своей деятельности. Я участвовала в городском конкурсе в лицее Казгаса и заняла на нем первое место. Я рисовала картину «Ко дню первого президента», которая называлась «Лидер нации и дети Казахстана». Теперь эта картина отправлена на конкурс ЮНЕСКО. Я ежегодно выставляю свои картины на выставку музея Кассеева. Моя мечта – стать архитектором. Я хочу приносить пользу людям, своей стране, строить дома, университеты, проекты. И я буду воплощать свою мечту. Здравствуйте, меня зовут Сидизаде Севилья. Я учусь в 118-й школе в 5-м классе Б. Я начала рисовать в три года. Ходила в музей имени Грубеля. Занятия у нас проходили около двух часов. Первый час мы рисовали, а второй час у нас была выставка. Потом я переехала в Алма-Ату, и у нас проводились частные занятия. На данный момент я не хожу ни на кружки, я занимаюсь дома, рисую. Сегодня выставляю впервые свои работы. Меня зовут Ахминжан Махмуджанович. Я преподаватель технологии 117-й школы гимназии. С большим удовольствием хотел бы я представить работу моего ученика, Ногачевского Тимофея. Помимо его творческих работ, также Ногачевский Тимофей занимается спортом, дзюдо, плаванием. Много качества у данного ребенка. Мы хотели выявить таланты и дать им толчок в будущей жизни. А также я хотел бы предоставить несколько работ Тимофея и рассказать. Дело в том, что в основном Тимофей работает с древесиной и фанерой. У него прекрасно получается с выжиганием. Но в основном эта техника называется выпиливание лобзиком, которое в действительности стоит очень большого труда и умения. Также работы Тимофея были отобраны на конкурсах городской выставки, республиканской выставки, районных выставках. Он занимал неоднократно призовые места, первые и вторые места, а также он был удостоен звания гран-при за лучшую работу декоративно-прикладного искусства на республиканском корпусе. Здравствуйте, меня зовут Ногачевский Тимофей. Я учусь в 6-м Д-классе 117-й школы. Я занимаюсь резьбой по дереву уже в третий год. Мне очень нравится заниматься резьбой по дереву. Стиль моей работы – выпиливание лобзиком. Помимо творческих работ, я еще занимаюсь дзюдо и плаванием. Все работы мне помогают делать мой дедушка и учитель. Я занимаюсь выпиливанием лобзиком уже третий год, и у меня скопилось больше 20 работ.